МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решили открыть бизнес, но не знаете, с чего начать? Или вы уже бизнесмен, у которого не все гладко получается? Для вас открываются новые возможности. В центрах обслуживания предпринимателей ждут представители реального сектора экономики. В Алматы, например, прошел день открытых дверей для того, чтобы рассказать, чем занимаются в ЦОПе и для кого они существуют. Принцип работы центра обслуживания предпринимателей – аналог всем известного цона. Представители малого и среднего бизнеса сюда могут приходить ежедневно и получать любую консультацию совершенно бесплатно. Мы учим, как определить стратегию, мы учим, как построить планирование, мы учим, как организовать работу с людьми, как правильно запроектировать те или новые вещи, начинания. Потому что каждая деятельность компании, она состоит из операционной, так называемой, деятельности и проектной. Операционная – это повседневная деятельность, а проектная, когда предприниматель хочет изменить что-то в своей компании, улучшить резко, увеличить объем продаж, провести какую-нибудь технологическую революцию. Другими словами, в подобных центрах предприниматель может получить любую информацию и сопровождение грамотного консультанта. И, пожалуй, самое ценное в любом деле – правильный совет. Такие ЦОПы в Алматы работают всего три месяца. За этот срок уже порядка 70 представителей местного бизнес-сообщества получили около 300 услуг. Однако на этом в ЦОПе останавливаться не собираются. При этом предприниматели говорят, что получают здесь не просто консультации, но и реальное воплощение своих идей. Например, бизнес-планы. Когда мы в свое время начали заниматься этим вопросом, нас запросили 250 тысяч в написании этого плана. Здесь в ЦОПе мы получили бесплатную юридическую, самое главное, помощь и бухгалтерскую помощь. И самый вот этот бизнес-план нам здесь написали бесплатно. Проект Баужана Кульбаева – сувенирный цех. Все предметы на продажу сделаны руками инвалидов. Поэтому с первоначальным капиталом – туго. Однако в ЦОП им не только помогли написать бизнес-план, но и посоветовали участвовать в конкурсе бизнес-инноваций. По статистике консультантов, самые важные вопросы, по которым бизнесмены приходят сюда – налоги, бухгалтерия и адекватное формирование заработной платы. Обращаются с вопросами управления персоналом с точки зрения конфликтной ситуации возникает. Сегодня такие вопросы становятся актуальными. Ну и, естественно, по организации учета материальных ценностей, по вопросам, как организовать рабочее место, как подготовить, например, должностные инструкции. Это тоже очень важно. Как определить для персонала правильно уровень оплаты труда. К слову, два алматинских ЦОПа существуют благодаря Национальной палате предпринимателей от Амикены. Будут работать до конца года. Привлекли четыре консалтинговые компании, эксперты которых знакомят и обучают бизнесменов самым современным бизнес-приемом. И приглашают тех, кто пока еще не получил такой возможности. А в Казалардинской области с помощью Европейского банка реконструкции и развития в жизнь реализуют сразу восемь важных проектов общей стоимостью в 350 миллионов долларов США. Кроме того, в этом году в регионе газифицируют сразу несколько поселков. В Управлении внутренней политики области отмечают, что благодаря отводам от магистрального газопровода «Биенео», «Бозо» и «Шимкент» газом будут обеспечены 210 тысяч человек. Кроме того, в течение 2016-2017 года еще порядка 10 миллиардов тенге будет выделено для строительства автоматических газораспределительных станций, чтобы газ дошел и до остальных поселков области. Строительство новой тепломагистрали идет в Петропавловске. Работы по реконструкции, например, проходят уже на двух участках протяженностью больше 4 километров. Ожидается, что запустится тепломагистраль уже 1 октября. В строительстве объекта, по данным местных властей, используют современные энергосберегающие технологии. В частности, речь идет о предизолированных трубах с полипропиленовой оболочкой, которые позволяют сократить потери воды и тепла, а служат больше 25 лет. Однако самое главное, что такие современные трубы выпускают в Казахстане. И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора, оставайтесь на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова